Лошади в костюме зебры помогли разобраться в пользе полосатого окраса. Биология 13-4-21-F. 2019-2.9 Лошади в костюме зебры помогли разобраться в пользе полосатого окраса. Привет, человек, я зебра. Tim Carrow et al. Close 1. 2019 Американские ученые экспериментально подтвердили гипотезу о том, что полосы на теле зебры помогают им эффективно защищаться от насекомых. Понаблюдав за лошадьми, зебрами, а также лошадьми в костюме зебры, они выяснили, что слепни реже приземляются на полосатое тело животного, потому что, по-видимому, не могут быстро найти место для посадки. Статья опубликована в журнале Close 1. Существуют четыре основные гипотезы того, зачем зебрам нужны полоски. Предполагается, что они могут служить в качестве эффективного средства терморегуляции, использоваться для камуфляжа или социализации, а также защищать животное от паразитов и насекомых. Две гипотезы уже опровергнуты. В 2016 году ученые доказали, что полосы не помогают зебрам эффективнее скрываться от хищников, а прошлым летом с помощью бочек, переодетых в шкуры разных животных, показали, что полосы не спасают от высоких температур. Гипотезу о защите от паразитов исследователи, наоборот, считают самой правдоподобной, и ее уже подтверждали теоретически. Кроме того, недавнее исследование показало, что белые полосы, которые наносят на свое тело темнокожие жители тропиков и субтропиков, помогают им спасаться от насекомых. Теперь ученые под руководством Тима Каро из Калифорнийского института в Дейвисе решили проверить эту гипотезу на животных экспериментально. Для этого они использовали трех зебр и девять лошадей, каждая из которых имела единый окрас – коричневый, черный или белый. Животных наблюдали в одном месте летом 2016 и 2017 года. В результате исследователи присматривали за каждым животным в течение нескольких минут, считая количество слепней, которые кружили вокруг, приземлялись на тело, и сколько времени проводили на нем, или же врезались в него. Ученые выяснили, что слепни одинаково часто кружили вокруг зебры лошадей, но на зебр приземлялись значительно. Пи равно 0,41, реже, даже с учетом отдельной особи и скорости ветра. При этом чаще всего, в 54% случаев, слепни садились на белые полосы. Ученые не считали количество полос у каждой особи, но, учитывая равный возраст и пол животных, предположили, что они были примерно одинаковы. Затем ученые по очереди надевали на семерых лошадей черные, белые и полосатые накидки, и наблюдали за ними в течение 30 минут. За время наблюдений слепни садились на тело лошадей, покрытых черной и белой тканью, но почти не садились на лошадей, переодетых в зебру. При этом на голову лошади, не покрытую тканью, слепни садились примерно с такой же частотой, что и раньше. Среднее число касаний тела и приземлений на тело и голову слепними в зависимости от костюма лошади. Tim Carrow et al. Плоз 1. 2019 После этого ученые изучили видеозаписи лошадей и зебр в присутствии слепней. Они выяснили, что слепни гораздо быстрее летят в сторону зебр, чем в сторону лошадей, но проводят меньше времени вокруг, решая, куда приземлиться, а также быстрее улетают. Из этого авторы сделали предположение о том, что полосы на самом деле не отвлекают слепней издалека, но они не могут эффективно выбрать место для посадки, поэтому либо врезаются, либо улетают от зебр. При этом эффективно защищаться от слепней зебрам помогают не только полоски, но и их поведение. Они больше бегают и чаще лошадей машут хвостом, из-за чего даже те слепни, которым удалось приземлиться на тело зебры, проводят на нем мало времени. А вот пятна на теле жирафа еще одного животного с необычным окрасом частично наследуются от матери, а их форма и размер предсказывают шансы на выживание в молодом возрасте. Правда, ученые пока точно не знаю, как именно. Елизавета Евтушок Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова